Восточный экономический форум уже несколько лет подряд способствует объединению усилий России и Азии в различных сферах. Спорт не исключение. В этом году впервые на базе ВЭФ было решено устроить международный турнир по японскому дзюдо. Такое пристальное внимание именно к этой борьбе не случайно, ведь ей увлекается и сам президент. Философия дзюдо очень, на мой взгляд, глубокая. К сопернику положить? Вообще, да, к сопернику, к тренеру, к команде. Чрезвычайно важная вещь. Это же, нам называют его еще «мягкий путь». Это такая вещь не острая, но надежная и эффективная. Дзюдо – один из самых популярных видов спорта во Владивостоке. И секрет здесь в том, что Приморская столица является практически родоначальником российской версии единоборства. Именно здесь в начале 20 века устроил первый кружок под дзюдо Василий Ощепков, памятник которому стоит сегодня на Корабельной набережной. А привез учитель этот вид спорта из соседней Японии. Из-за этого спустя многие годы дзюдо стало дополнительным поводом для дружбы наших стран. Мы за пять лет провели четыре всероссийских турнира памяти Ощепкова. Они признаны все четыре турнира лучшими в России. Мы провели в прошлом году в Хабаровске чемпионат России под дзюдо. И на следующий год на Дальнем Востоке предполагаем еще раз чемпионат России под дзюдо провести. Такого за 25 лет ни разу не было. Участниками состязаний на Восточном экономическом форуме станут российские, японские и монгольские дзюдоисты в возрасте до 21 года. Сама же встреча пройдет на базе кампуса ДВФУ. Одними боями здесь все не закончится. В Дальневосточном университете также будет заложена капсула при строительстве Международного центра дзюдо. И состоится официальное открытие боевого клуба ДВФУ. В нашем клубе осваивать классическое дзюдо молодежь будет под началом высококлассных тренеров, которые пройдут специальное обучение в Японии. Также мы договорились с университетом Такай о проведении мастер-классов японских наставников. Что касается Международного центра дзюдо в ДВФУ, то его планируется построить за полтора-два года. Аналогов ему в России пока нет. Предстоящий международный турнир, по мнению спортивного сообщества, очень красивый ответный шаг со стороны России и Приморья. Ведь в Японии ежегодно проводятся крупные соревнования по самбо на Кубок президента Владимира Путина. Поэтому мероприятия по дзюдо должны стать яркой и особо важной частью всего экономического форума. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.